Субтитры делал DimaTorzok Нам всем вспомнилось, а потому что у нас новая рубрика. Рубрика, я тонко подвожу, которая называется «Дворцовые интриги». Звучит как красиво. Мы подбирали. В 17-й век. Дворцовые интриги, где все интриги педагоги нашего дворца раскроют все свои тайны и тайны своих коллективов. И мы что-то узнаем такое, что не сможем потом выложить в интернет. И вы этого никогда не увидите. Список вопросов нам предоставила Татьяна Владимировна. У нее даже есть гаджет, в котором эти вопросы записаны. Она вводит коды. Технологично. Да, технологично мы смотрим. Технологично. Да. И, собственно говоря... Я вот себе почему-то, я не знаю, почему я это первым вопросом себе записала. Просто и у вас коллективов педагогов, и у нас коллективов педагогов. И я себе записала такой вопрос. Как вы познакомились с педагоги? Так, мне позвонили. Нет, у меня ушел педагог. Все, я вспомнила. Сначала тут была Сенилкина, потом была Харитонова. Потом Харитонова ушла в декрет, и я искала педагога. И мне, значит, мой товарищ сказал, давай позвоним Лазуткину. Я говорю, давай позвоним Лазуткину. Она говорит, а можно ему звонить? Я не знала, кто такой Лазуткин. Дайте телефонному агенту. Я видела его в студенческой работе. И мы, значит, звоним Лазуткину. Я говорю, ну вот так и так. Он говорит, да, хорошо. Ну, я рассказала, какая работа. И он говорит, да, хорошо, я буду. Я очень удивилась, потому что я думала, что нужно будет сначала встречаться, что-то еще показывать, что-то еще рассказывать. Вот он такой говорит, ладно, давай, значит, пришел на работу, по-моему, опоздал. Нет, первый раз не опоздал точно, опаздывать стал потом. А первый раз он не опоздал. Он сначала не опаздывал, потом опаздывал, сейчас опять самый пионер. Все рваны. Ты действительно так благостно это все помнишь? Все было совершенно не так. Я пришел сюда, мне все не понравилось, я подошел к тебе и сказал, я так не преподаю. У тебя поднялись вот так вот брови, я помню, и прическа назад поднялась из-за этого. Вот, ты посмотрела на руки себе и сказала, давайте как хотите. Во-первых, мы были на вы, как хотите. Ну, я не на маленькой вверх. Я сказала, что все неправильно. Вот, я бы, ну, давайте правильно, сказала ты. Ну, а люди, как педагоги, дружить начинают в определенный экстренный момент. Вот что происходит. Знакомство-то экстренное потом происходит, когда человек садится заполнять журналы. И тогда вот эта взаимопомощь, вот тут искренняя взаимовыручка одного педагога. Как трепетно человек следит за тем, где правильное число поставлено, чтобы подпись была не там, где аккомпаниатор, а там, где педагог. Потому что я мог все, что угодно написать в формате. Вот, это для меня была тайнопись, которую я делал. А о том, значит, в педагоге дополнительное образование, они дружатся во время ремонта. А, да. Самое главное. Ремонт, он общий объединяющий. Мы делали с Татьяной ремонт. И мы потратили... Не были подробности, рассказывать. Мы потратили весь отпуск. Нам не хватило государственной краски. Мы покупали свою за свой счет. Мы подбирали, кулер смешивали. Мы пошли в кафе и взяли мороженое. Он говорит, я хочу, чтобы у нас стены были как это мороженое. Бежевое, белое. Ну, там определенный оттенок. И такой был салат. Ольга Анатольевна радостная ходила. У нас дверь-то была открыта. И она вот теперь... Ты, Сережа, педагог-то был. До этого вот только через губу со мной. А теперь педагог. Но потом она стала что-то подразревать неладо. Потому что отпуск идет уже месяц. А мы все сидим. И она в дверь-то заглядывает такая. И думает, что они? Что они тут затевают? А мы все в разный цвет красим и красим. Красим и красим. У нас была одна стена. Экспериментальная. Она была цвета зеленки. Прямо стоим, думаем, не получилось. А то есть такой, как будто завод, где зеленку пройдет, взорвался. Он говорит, зеленая такая стена. Мы ее потом заклеили обойми. Потому что замазать зеленый этот нельзя было уже. Как я краска не брала. Мы заклеили обойми. И когда к нам приходили, мы говорили, это уже очень стильно. Они говорят, почему? А мы говорим, очень стильно. Они говорят, а Роскомнадзор? А мы говорим, а мы закроем нашими телами. Вот, теперь там нет обоев. Роскомнадзор. Нет там обоев. У тебя все пока? Я могу очень долго рассказать. Я знаю, поэтому я решила перевести. Перевести. Так, а с Павлом мы... Я Павла увела просто из другого коллектива. Просто она была. Из какого? Из фейерверка. Ну, я тут внедрялся заранее сильно. Я занимался сначала здесь лет, наверное, с 12 или с 13. В ансамбле эстрадного танца «Фейерверк». Потом первый год, по-моему, преподавания был там. А потом... Параллельно. Потом был совмещенный какой-то. Насколько я помню. А потом уже в театральную студию перешел. Нет, я помню, что было... У меня торжественный один рабочий день. Очень хороший график. Вот. И он был... Да, то он был только в фейерверке. Потом стало... И там, и там, и там. Потом только в театральной студии. Меня привела во дворец коллега, Карпа Виктория Александровна, которая сегодня, к сожалению, отсутствует. Вот. Вот она мне так зазывала, говорила, как здесь хорошо, какой здесь коллектив, приходи, не думай, увольняйся, Маша, увольняйся с предыдущего места. Я пришла, вошла, я помню, в нашу коморку. И как-то, знаете, было такое ощущение, что я здесь всех знаю. Ольга Викторовна, как всегда, что-то трындела, говорила. Да, ой, как хорошо, к нам пришел новый педагог, свежая кровь. А ты где работала, очень начала мне задавать вопрос. Она была с цветами, потому что был семейный альбом в этот день, и она была такая радостная, с цветами, дети подарили цветы. Валя, как всегда, тихо, скромно тоже сказала, ну, хорошо, давай, приходи. И как-то я почувствовала себя свободно, уютно, как дома. И, собственно, такого вот официального знакомства не было, но я сразу себя почувствовала, что да, здесь хорошо, я буду здесь работать с этими товарищами. А я стара жил. Я с 96-го года здесь работаю. То есть, получается, что все, кто сейчас есть педагоги во дворце, в студии «Гармония», они пришли уже позже. Меня, те, кто раньше, Алла Анатольевна Агата раньше, она уже как бы не работает. И я с удовольствием принимала новых педагогов и радовалась каждому, потому что с каждым какой-то новый опыт, новое знакомство, что-то новое. Мне все нравилось. И я с таким удовольствием пришла в дворец работать. Я занималась там матрешкой, расписывала, что-то еще, как бы сама по себе работала. Но я по образованию не педагог, а у меня как бы художник, прикладное творчество. И Ирина Владимировна у нас была, Малинина, руководитель. Я пришла, рекомендовала меня Тамара Викторовна. Я пришла и говорю, вот, мне предложили работать в «Гармонии», а я говорю, не педагог. Она сказала, ведь у вас есть? Я говорю, да, двое. Ну, чего, говорить вам еще надо? В общем, так я пришла работать в студию «Гармонии». Работаю уже 24 года. Ой, 26 лет. Да, 24. А вы в переезде тоже принимали участие? Когда я пришла работать, работала только вот эта часть дворца, вот эта часть. А та часть еще была не готова. Мы работали все внизу. В музее истоки. Да, а переезд у меня как бы еще дочь ходила заниматься в студию. И занимались в разных вот этих вот маленьких дворцах где-то еще, то есть где угодно. А потом уже приехали в эту часть дворца, а через год открыли вот вторую часть дворца. Так что с тех пор, да, сначала, собственно, у истоков вот этого местоположения. Я тоже в некотором роде стара жил. 98-й год. Как раз младшему сыну исполнился год. И меня тоже сюда позвала коллега. Я решила, когда появились мои дети, что в школе я просто не смогу работать. В силу того, что двое детей, и это, в общем, очень сложно. И меня замечательно встретила Ольга Анатольевна Роганова. Я очень боялась, как меня примут на работу. Все-таки я молодая мамочка. Одному, значит, тогда получился год, а другому четыре. Но меня приняли просто совершенно замечательно. И я тоже почувствовала себя здесь очень легко, радостно. Так, ладно, все. Мне кажется, мы все... А, теперь нужно, как мы познакомились, как мы коллективами познакомились. Ты же хотела, чтобы мы рассказали, как мы познакомились с коллективами. Расскажите, пожалуйста. Нет, мы как начали. Я поняла. Мы же не случайно сегодня собрались с таким составом. Я же начала график составлять. И думаю, с кем бы нам стать-то вместе. И думаю, надо с гармонией. Почему? Потому что с гармонией мы дружим. А с другими коллективами нет. Мы дружим с гармонией. А зря вы меня перебили, потому что мы проводили мероприятия, которые назывались «Концертная школа Светляченко». Приглашали музыкантов, театральную студию, проводили занятия в музеях, который нас приютил в этом уютном здании. Мы пытались вспомнить и не могли. Я вспомнила. Но у нас это проходило. Это было совершенно замечательно. Потому что и наши дети могли посмотреть на детей из других коллективов. И это была очень хорошая программа. Я могу рассказать, как я знакомился со студией «Гармония». Ни вообще не знакомилась. Но Ольга Викторовна все время приходила к нам на всякие спектакли, показы. Я его же даже не помню. Вот видите. И я все время подходил и интересовался. А, здравствуйте, а вот как вы заинтересовались? Почему вы пришли? А мне все время говорят, да вот Дуня, это бывшая моя ученица. Моя любовь вообще просто. А Галина Клана Розова. Да, да, да. Да сколько, так в том-то и дело. У нас там половина контингента из одной студии в нашу студию. Поэтому мое знакомство со студией «Гармония» происходит именно через детей, которые от них, вот такие замечательные, приходят к нам. Это было естественное перетекание из одного коллектива в другой. Слушай, поэтому я не помню, как это происходило. Вот именно те, да? Я про это и говорю. Вот как это происходило, не помню. А вот помню то, что в определенный момент я понимаю, что те дети, с которыми я работаю, оказываются не только мои дети. Что там уже поработали, профессионально. Приложили с ними. Приложили. Неплохо все. Нет, а я познакомилась, я очень хорошо помню. Мы делали педгостиную. И вы были ответственны. Педгостиную или что? Педгостиную. А, педгостиную. Как концертная? Откругай наши сестра. Подожди, да. Откроем наши сердца. Концерт, концерт, да. И я пела розовый фламинго. Так это не гостиная была, а это концерт. Это концерт не очень. А, ну и говорю, откроем наши сердца. Назывался концерт. Вот. И пришел Сергей и сказал, ты будешь петь. Я говорю, да. Что? Он говорит. В стиле 90-х был, да, концерт? В стиле 90-х. Он говорит, ну выбери какую-нибудь песню. Мы стали думать, думали, думали в буфете. И придумали розовый фламинго. И все бы ничего. Я пела, у меня было красивое платье. Но он говорит, ты знаешь, ты будешь стоять высоко на этом подмостке, мы тебя вот так выкатим, и ты там будешь петь. И тут пьет. Говорю, ну ладно, раз сказал Сергей Александрович, думаю, буду петь на подмостке. Ну, собственно, я оттуда не упала. Так вот, да. Мария Николаевна репетировала из-за того, что она очень боялась оттуда упасть, куда ее запихнула режиссер. Она репетировала так часто, в отличие от других педагогов. Потому что она просто говорит, мне надо привыкнуть. И она привыкала ежедневно на это. Она очень хорошо спела, потому что номер был очень хорошо отрепетирован. И потому что она тренировалась кататься на этом шасси. Я так называю эту штуку. Это было очень эффектно. Валюш, помнишь, да? Очень красивый эффектно. Да, и так я поняла, что этим людям можно доверять. Жизнь. Да, в том числе. А я познакомилась, когда Сергей Александрович пришел и говорит, нам нужно сделать песочницу для спектаклей. Да, да. И вот это вот, вокруг вот эти вот, как это называется, трофеты, на которых сидят детки, я подумаю, с чем уже делать, у меня какие-то листы там были, бумаги. Мне все время отдают какой-нибудь мусор, с которым потом что-нибудь делается. Вот я иду песочницу, тяжелая получила. Ну, забавная штука. Да, было очень удивительно, вот я тоже сейчас вспомнил, потому что я придумал, куда-то поместить детей в пространство какое-то с детскими стихами. Песочница. И все, думаю, ну придумал и забудь, потому что это не выполнил. Мало ли, что я могу придумать. А тут, да, Татьяна Владимировна говорит, пойдем к Валентине Николаевне. Я говорю, а что Валентине Николаевне? Она сделает песочницу. Я говорю, как она сделает песочницу? Песочница – это большой объект, тут надо плотников вызывать, сварочные аппараты, гриппы. Все, и грипп в два метра высотой, и песочница, и все из бумаги, и все работает. Запомнившийся разговор с учеником. О, это я удачно сказала. Ну это сколько же вырезать потом придешь, и монтирует. Это у меня была. Да, 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 я просто вспомнила, что на уроке была девочка, не буду говорить, как зовут, только маленькая, еще лысенькая тогда. Да, да. Вот, и она ко мне подходит, и худенькая, такая худенькая. Я говорю, ну иди сюда, моя хорошая, или моя маленькая. Она подворачивается ко мне и говорит, я не маленькая. Я говорю, да, а как мне тебя называть? Она говорит, называйте меня просто, королева всех детей. А вообще много очень запоминающихся моментов. Например, я вела музыку тогда в студии «Гармония», и я открываю дверь, выхожу, а дети все ждут внизу на лавочках и говорят, ну, здравствуй, музыка. Я говорю, вот как называют меня. Вот, поэтому, ну, так как мы работаем с дошкольниками, они непосредственные, они такие открытые, и таких, мне кажется, моментов было. Виктория Александровна, сейчас, может, пока не помню, значит, она вела открытые занятия, замечательные, роскошные, интересные. И в конце, ну что же, дети, давайте мы вспомним, как же звали этого дивного композитора. Модест Петрович, и радостно, это козлос, Пушкин, ну, все, значит, не зря занятие прошло. У меня два, два случая. Один, значит, это не лично со мной, а как нашего ученика Володи, Вову Подколзина. Интервьюировали. Интервьюировали. И говорит, расскажите, говорит нам, как вам в театральной студии, как же. Причем, это же интервьюировали в зале. Там целый зал сидит, люди смотрят на Вову Подколзина. Я тоже думаю, хотя я Вову Подколзина уже знаю, и когда он спрашивает, у меня так как-то подергивается, что-то, вот голова. Понимаю. А к нему уже подносят в корту микрофон, и он уже открывает рот. И он так вдруг, ну, прилично вроде говорит, начнет, все хорошо. Он такой, вы знаете, вот вы все думаете, что театр это так легко, и это вот так вот все как бы игрушки. А на самом деле это такой геморрой. Вот и подобные аплодисменты у него отбирали. И вспомнил сейчас еще одну историю, мы тоже как раз рассказывали стихи, очень хорошие стихи, посвященные папам. И я прошу детей, вот расскажите так, чтобы мы почувствовали, что ваши папы самые замечательные, как вы их любите. И вот этот мальчик подходит ко мне и так, выдохнув грустно, шепчет мне на ухо. А мой папа толстый. А мама у него, значит, такая красотка, вся 90 на 60 на 90, и я думаю, слушай, ну, весь секрет любви в том, что, оказывается, любят-то и толстых, и худых, и страшных, и красивых, и некрасивых. И говорю, благодаря вот этой любви, и появился ты такой замечательный мальчишечка. Они, кажется, иногда такие вопросы задают удивительные. Да, это должно быть... Сейчас расскажу. Уборка идет, у нас там зеркальце в маленькой комарке стоит, чтобы Татьяна Надеевна причесывала. Оно так прислонено на стойке к стеночке, и мы убираемся там, потому что Роскомнадзор, вот, убираемся, заставляет нас он, отодвигаем зеркало, там аккуратно, ну, вот так вот, много-много раз сложена бумажка, а? Ну, тайна. Не клал никто. Ты же не клал. И я не клал. И Павел Владимирович, по-моему, не клал. Мы открываем, и я читаю, как вы нам надоели. Я подумал и дописал. Вы нам тоже сложил эту бумажку так же аккуратно, и мы туда же ее положили. Зеркальце прикрыли. Может быть, найдут. А какие трогательные любовные истории, когда Влачтаник стоит вдвоем. Мы с тобой никогда не расстанемся, будем до самого старения. Когда мы вырастем, мы поженатимся. Первое занятие с детьми, которое здесь у вас было. У меня было не здесь, поэтому я тут помолчу. У меня здесь, и очень было такое странное занятие. Я жена педагог. И вот пришли детки, дошкольники. И одна девочка, вот сейчас это как бы особенные дети, а тогда их не принято было в общую группу. И ей, видно, так хотелось заниматься. И она так и напереживалась до этого. Это дети 90-х годов, они очень тревожные были. Ну, тех времен, вот, периода странного нашего. И она пришла с Александрой, я как сейчас помню ее имя. И она пришла, все дети вот так вот сидят. И, ну, то есть я разложила краску, все приготовила. Сейчас думаю, все рассказывать будет. И первое занятие. И вдруг, это Саша соскакивает, берет кисточку и с этой кисточкой бегает вокруг. Я сейчас буду рисовать, буду рисовать, буду рисовать. Я стою, не знаю, что с этим делать. Первое занятие, и вдруг такой ребенок. Это было очень непросто. И я, ну, что я сделала? Я подошла к ней, обняла ее. Давай, говорю, будем рисовать. И вместе кисточка. Как-то так получилось. То есть, сгладила ситуацию, ну, такая была ситуация нереальная для меня, для первого занятия. Я так запомнила, хоть 20 лет уже прошло, но вот это вот все помнится. Такая девочка была. Первое занятие именно с детьми у меня было именно здесь, во дворце. Но, безусловно, когда все неправильно. Потому что я пришел к детям, а я был в тот момент помощником педагога в институте по актерскому мастерству. Ну, я пришел, у меня любой возраст, там 7, 8, 9, 12, 11. У нас тогда 20 лет были, да? В любом. Да, у меня группы-то было несколько, были маленькие совсем, ну, там 9, где-то 9 лет там была группа. И мне не важно, дети, у меня как в институте. И я институтскую программу, прямо на 9-летних, не корректируя ничего, не добавляя, не приукрашая, вот начал туда вот в мозги детям впиливать. Ну, я потом усовершенствовался, да? Во, вот это мое любимое. Что же там? Мое любимое. Запомнившееся выступление детей. А, детей! Общее, любое. Ах, детей! Детьми, детей, ну, не твое же личное. Нет, я могу рассказать свое самое любимое, про свой концерт, который мне запомнился навсегда. Это такая, ах, какой же это год-то был, я не вспомню. Но в студии было, наверное, годы 3-4. Нет, точно. Как злово что звали? Это было пятилетие. Как хреново. Хреново звали? Как злово ты был ученый? Концерт называется, как звали Хреново. Серьезно? Ну вот, так получилось, что как-то все пошло не так. Ну вот бывает такой, вот концерт, когда все пошло не так. Я его и назвала, на самом деле, не юбилейный концерт. Вот, наверное, как я написала сразу, нет, в афише. Началось все с того, что у нас первый номер, и мы там делали подкусли. Тогда работал Александр Хренов, он руководил оркестром. И я должна была вести, и ты тоже уже так не работал. Но я не вел категорически. Да. А он, наверное, чувствовал, что все пойдет так. Ну вот, и значит, подкусли там какой-то номер, все вышли, и там пару песен спели, и значит, дальше должен быть номер подкусли. А Александр не доходит. Я начинаю пытаться спасти ситуацию, что-то там, начинаю с залом говорить, ну вот, давайте, и думаю, что же сделать-то, давайте. У меня мозг лихорадочно работает, я говорю, давайте позовем его. Вот, и мы начинаем звать Александр Хренов. Хренов, выходи. В общем, Хренов так и не вышел. Пришлось мне садиться за фортепиадой, трясущимися руками, значит, аккомпанемент играть мимо ног, потому что я никогда в жизни не играла, там что-то брам-брам-брам-какие-то арпеджио. Ладно, это был первый позор, он был очень не последний, потому что следующий номер был с пафосным названием «Дизельная электростанция». И начинался он с очень пафосного выхода, люди выходили спиной, значит, и вставали так. И дальше должна была включиться музыка. Музыка не включилась, включилась примерно вот так. И на этом все замолчалось. Эти стоят героически, пафосно стоят спиной, люди в черном. у них вот так вот еще, знаете, ну, такие, реквизит заряженный, но начинают уже немножко так суетиться. Нам пытаются еще раз включить музыку, примерно то же самое. А, не-не-не, точно, она чуть-чуть заиграла, и пафосно начали крутить эти палки, и дальше пришло опять. После этого, как его звали, Алексей, не помню фамилию, тогда работал звукорежиссером, высунулся из рубки, концерт идет, люди сидят сзади. Оно не работает! Я начинаю здесь краснить, то есть все, мне уже начинает становиться плохо. Опять сажусь за фортепиано. Я, значит, в эту врацию что-то говорю, он говорит, сейчас я попробую что-то сделать. Он говорит, мне нужно время. Я, значит, смотрю глазами, нужно заполнить паузу. Выбираю, девочка у нас собиралась поступать в театральный музей, говорю, у тебя же есть программа, у меня есть. Она говорит, давай! Она выходит на сцену и начинает читать прозу, но ей некогда было подумать, и она начинает читать прозу Тесси «Демоническая женщина». А в зале, значит, там дети лет 7-8, Наталья Алексеевна сидит. В общем, она читает, и когда она доходит до фразы «Водки мне! Водки!» Наталья Алексеевна просто погрометает, снег у нее меняется. Не видно в зале, Наталья Алексеевна. Я стою в кулисах, а я не знала, что она будет читать. Я не понимаю, мне так и хочется, как в карнавале, сказать «Отползай!» «Отползай!» Мы стоим там все с одной девочкой, как ее убрать со сцены? Она, у нее все хорошо, у нее тоже с кем пойдет. В разные части. Она читает тексты. Я сижу в кулисах вот так вот, просто сползаю просто по стенке вот так вот. И просто сажусь на корочки. Я вообще не понимаю, что делать дальше. И помню, что-то там еще были какие-то. Ну, в общем, концерт дальше. Все остальное, как в тумане. Все остальное, как в тумане. Что мы еще показывали, я не помню. Но это очень, да, запомнишься. В общем, как-то так. Ну, у нас, конечно, это звезды гармонии. Это грандиозное представление, когда нужно развести, одеть, переодеть, вывести на большую сцену. Я понимаю, что ты говоришь. Там, если кто-то не поставил стул вовремя, все рушится. Это такая мощная работа в команде. Да, ни одной. И очень серьезная подготовка, потому что огромное количество мелочей. Но зато, когда это получается легко, это, конечно, великолепно. Я не смотрела, наверное, концерт, потому что я за курицами бегаю, собираю, одеваю. А, мы обычно там были такие работники сцены. То есть для вас всегда сюрприз, что вы делаете. Как результат, вы не понимаете. Я не знаю, не верно. Виктор Булашок к нам приходил в гости. Я сидела, значит, он говорит, а что вы тут делаете? Говорю, я тут работаю швейцаром. Вот я должна вовремя открыть дверь, чтобы все должны попасть на сцену. А, вы хотите же, нет, нет, интриги какие-то, да? Интриги на слое. Как нас покармливали пирожками? У нас была замечательная бабушка, баба Люба, привет! Привет! Если ты нас смотришь, и мы все время входили, а она уже разложила на лавочке хачапури, какие-то слойки, пирожные. Я говорю, баба Люба, ну что же вы нас так балуете? Она говорит, ну посмотри, какая ты худая! И все время меня заставляла есть. Ну, потом они пели же у меня. Да, и потом они пели, была такая группа потрясающая. Они пели, переделывали частушки под студию Гаммония. И, кстати, эта группа у нас прям до сих пор общается. Они такие дружные, они встречаются и поздравляют с Новым годом. Вот, а так я говорю, что ты все время с родителями, и все время они уже, знаете, такая семья. Да, ты знаешь, там так вообще не идет очень взаимовыгодное. Мне кажется, что иногда мы являемся такими профессиональными вдохновителями, потому что иногда человек просто не знает, как ему поступить в какой-то ситуации. И ты ему показываешь совершенно нестандартное решение. И он начинает смотреть на ребенка другими глазами. Вот, как ты говоришь, взгляд замыливается иногда. А еще удивительно, когда ты объясняешь своему родителю, что вот ваш ребенок молодец, он же такой хороший, он же такой славный, он такой классный, он вообще так рисует. Ну и что, что он умеет читать пока, но зато вот он, смотрите, как поет или танцует. И ты рассказываешь, что ваш ребенок очень хороший. Любить его, не ждите от него, не требуйте. Вот любить просто. Да, Леонид, когда ребенок рисует, он говорит, ой, что ты такое нарисовал. Я даю родителю листочек, ребенок листочек, садитесь рядом в листочке. Не всегда у родителей получается. Следующий пункт. Запомнившаяся встреча по дворце. Запомнившаяся встреча. Ну давай, ну давай, про шкаф. А что про шкаф? Это встреча, встреча со шкафом. У меня была виситка встреча со шкафом. Нет, подожди, Наталья Алексеевна. Ты чеково не делаешь, я Сережка. Нет, нет, здравствуйте. Я просто расскажу про шкаф, я не знаю, встреча там с кем-то или нет. Мне было сказано Татьяной, а потом Татьяна тоже опоздала. Иначе бы эта история не произошла. Она говорит, нужно убрать шкаф, он нам мешается в этом пространстве, репетировать. А я не понимал, как убирать шкаф во дворце. Я не знал, что нужно подойти к заведующему этой, как его? Шкафами. Шкафами. Сказать, уберите, пожалуйста, пойдемте отнесем вниз в подвал. Я думал, как убирать шкаф. Я взял руки, отвертку, ложку и просто разнес его в щепки. В щепки государственный шкаф. Отвал меня, все вза... Очень старался, большой такой, 3 метра он был, длинный, я имею в виду шкаф, с разными отделениями, разобрал старательно. Потом, значит, очень хорошо помню, как стоял над ним Халив Зурбекович над шкафом. Он молча посмотрел на него и, как бы, сказал так, полки могу сделать. И у нас с тех пор висят две полки. А меня никто даже не ругал, сказали, но проявил человек инициативу, и все, ну, разнес в щепки. Сказали убрать. Как я не мог подумать, чтобы убирать по-другому? Как бы я дома убирал шкаф? Но я бы его разобрал, да, и вынес бы по частям. Я и здесь разломал, и все. Вот. Кстати, я помню, вот что, как меня... Раньше была традиция, новых сотрудников посвящали в коллектив. Да, сейчас есть, просто, да? Да, есть. Но я запомнила, да. Твои, потому что... Мне не посвящали, я не официально. Мы тебе не делали друг друга не так часто, к сожалению. Я помню, это было в малом зале, и было столько людей, столько столов. Все были какие-то радостные, красивые. И Наталья Алексеевна, мне казалось, что она мне читает вот это посвящение. Потом она подошла, надела на меня эту косыночку, дворец творчества. И что-то нам раздали ложки какие-то, мы какой-то еще номер исполнили. В общем, я прям была в восторге. Звж., Звж. Продолжение следует...